Есть контакт. Привет, я поподиму немножко настрою. Да, надо учитывать, что по половинке Инстаграм почему-то показывает. Ну что, хорошо видно так? Ну, хоть и лишь личика, а не всю твою стройную фигуру, тем не менее, этого достаточно. Итак, Наташечка, здравствуй к тебе, потому что мы не виделись в эфире уже много, наверное, лет, не то что месяцев. И всем нашим подписчикам, которые сейчас, вижу, присоединяются, тоже полламенный привет, всем намасте. Итак, сегодня множество будет тем с Наташей. Я вначале опишу, какие темы мы озвучим вдвоем, ну, точнее, большую часть. Это будет в виде интервью, большую часть. Расскажет Наташа, а потом она представится и расскажет о себе поподробнее. Вдруг, потому что я могу чего-то упустить, какие-то моменты я могу и не знать. Итак, что вы сегодня услышите? Во-первых, историю, как Наташа пришла к растительному питанию. Я всегда считал, что это важно, потому что те, кто еще на обычном питании, они могут услышать что-то, что щелкнет в голове и зацепит, и дальше начнут размышлять. Те, кто подходит или пришел уже, они могут понять какие-то свои моменты, где косяки, а где и мотивацию. Поэтому каждая такая история – это маленький пазл в голове каждого человека про растительное питание. Поэтому эти истории интересны, важны. И даже больше того, сейчас я заметил, что Татьяна присоединилась, ей как раз интересна история, как мама начинает в семье и как она приводит свою семью к этому. Ну а дальше Наташа опишет, откуда знания получала, нашу историю знакомства, вкратце, конечно же. И дальше с кем ты работаешь, как ты работаешь, как это все происходит в Беларуси. Мне самому интересно узнать, потому что я жил там в детстве, в Барановичах. Да, я в далеком детстве говорю. Да, в далеком детстве. Ну это пусть будет для подписчиков. Мама недавно рассказывала историю, что мы должны были в кино пойти. И она меня одела зимой и выставила за дверь, думая, что вот я сейчас просто дождусь ее. А когда она вышла, меня уже нет. Оказывается, я подчапал далеко. И лишь женщина спустя час или два привела меня обратно, потому что я в детстве, в четыре годика, знал наизусть наш адрес. Если я ошибаюсь, Федюка, 44. Это в Минске? Это в Минске было? Барановичи. А, Барановичи. Да. Ну и самое главное, с каким посылом ты зашла в этот эфир, это что странно, удивительно, ты, оказывается, много общаешься с теми, у кого ошибки совершены, какой-то дефицит витаминов, минералов и прочих элементов. И вот... Да, я знаю даже типичные болезни вегетарианцев, веганов. Это удивляет. Это прям удивляет. Ну, мы это всё обсудим. Ну что, Наташенька, тебе слово. Ну, я начну с тебя, так? Да. Я думаю, что уже пост мой прочитали. Кто ещё не прочитал, то меня зовут Наталья, я как натуропат, как нутритёвок, как диетолог. В общем, я получаю в этой сфере знания уже на протяжении 6-7 лет, но вот активно с людьми взаимодействую уже около 5 лет. И мой, конечно... Наверное, рассказать ещё, где я получала обучение, ну, это был и Дрестлингский институт, конечно, в основном это было всё онлайн, у нас таких очных нет ещё заведений, поэтому все знания получаем онлайн, но это и очень удобно, и можно так вот взаимодействовать с преподавателями. У преподавателей обучалось разных, то есть которые на разном типе питания, но в основном у меня был, конечно, интерес получать знания у преподавателей, которые имеют хотя бы какое-то представление о вегетарианстве, о веганстве, и уже как бы с этим сталкивались. Поэтому к таким и шла, я обучалась, обучения было очень много, я до сих пор обучаюсь, потому что совершенству нет предела, то есть всё время, всё время нужно, тем более в натуропатии, всё время нужно постоянно быть в этом потоке. И так в детстве, конечно, меня очень тянуло тоже в натуропатии, но меня уводила система... В детстве? Не в подростковом возрасте, а в детстве? Да, в подростковом возрасте, да. Я всех учила и всех лечила. И у меня мама говорила, что вот если ты хочешь, чтобы тебя вылечили, она даже где-то сарказмом это говорила, то иди к Наташе. Ну и вот у меня бабушка была двоюродная, была врачом, и вообще по папиной линии там были врачи-знахари, и вот как-то, наверное, тоже это что-то передалось по родству, потому как очень тянуло всегда на это врачевание. Но система всегда нас уводит от своей миссии, от предназначения, то есть им невыгодно, чтобы мы это всё шли своим путём правильным. Поэтому всё равно рано или поздно мы всё равно приходим к себе, к своей истинности, и я этому очень рада. Ну, то, что я могу, конечно, просто мне это очень нравится, я это люблю, работу, и это даже, можно сказать, не работа, это какое-то вдохновение, что ли. То есть я могу сидеть с утками, иногда муж меня очень ревнует, потому что говорит, ну, давай ты уже хотя бы там после шести, там после семи ты уже уйдёшь там от своих клиентов, будешь со мной, там мы поедем куда-то. Потому что бывает настолько, я погружаюсь в это, и беру в месяц не очень много людей, не очень люблю проводить такие большие марафоны, там на 40-50 человек, хотя опыт тоже в этом был, но как бы хочется такой большой результат, хочется запустить основательно человека, тоже погрузить его в эти все знания, поэтому это тоже очень большой труд, как со стороны и меня, так и со стороны человека. И, конечно, вот это взаимодействие, когда мы проходим вместе этот путь около двух-трёх месяцев, оно имеет просто колоссальный результат, и даже порой очень хорошее восстановление от хронических заболеваний, что вот как бы меня очень радует. Наташенька, ну ты пока что непоследовательно описала. Мы узнали, подписчики и я, мы узнали, что ты училась в школе диетологии в Дрездене. Это было онлайн. И ты очень резко обозначила, что ты уже работаешь с людьми по питанию. Да. Что было в промежутке, что было в начале. Что тебя сподвигло перейти на растительное питание? Как ты это делала? И вот этот промежуток тоже опиши. Да-да-да, обязательно. Ты мне подсказывай. У тебя опыт прямых эфиров огромный. Ты ещё и к тому же актёр, поэтому ты мне подсказывай. Мне будет это очень помогать. Хорошо. Я вообще, мой основательный такой путь трансформаций начался с болезни сына. Ну, конечно, было очень много таких, как, скажем, знаков, да, постоянно нам знаки какие-то дают, что мы не идём, ну, не туда, что нам нужно, пора просыпаться. То есть бывает такой, там, шандрахни чем-нибудь. Но мне пришлось... То есть у меня была куча просто хронических заболеваний с моим питанием, с моим образом жизни, ну, как меня научили, в принципе. И я, конечно, как это сказать, у меня было... Сейчас, я вылетела. Вот, было очень много знаков, поэтому было очень много хронических каких-то заболеваний. И я, конечно... Ну, хотя бы пареньку отмечусь. Чтобы было понятно, чтобы было понятно, от чего стартовали. Да, то есть у меня было... Вот эти болезни, которые у меня были, они не давали мне, как бы, такого, ну, осознания. То есть окончательно, когда меня уже действительно так, как я говорю, шандрахнуло, это когда я проснулась, это когда заболел мой сын. То есть ему было 5 годиков, и у него... Он ходил в садик, кушал обычную традиционную еду, и у него было много, ну, такого, скажем, сладости, мучного в рационе. Ну, и в саду он плохо ел, и его докармливали булочками, белой муку, из белой муки. Ну, естественно, это всё привело к запорам, потом это привело к трещинам. Полгода мы мучились, он не мог ходить в туалет, то есть это всё кровоточило. Помочь нам никто, в принципе, не мог. За полгода я обошла уже, и профессора были, и кого мы только не проходили, и разные врачи, было разное лечение, и никто, как бы, не мог помочь. И вот последняя капля была, когда я поехала в первую больницу, это у нас в Минске есть хирург такой, очень знаменитый в нашем кругу детский, и он сказал, ну что, надо надрезать вот эти трещины, потому что они уже мокнущие, они уже не заживут. И я думаю, пять лет ребёнку нужно делать операцию. Ну, и, конечно, здесь я уже поняла, что это не туда, то есть путь совсем должен быть какой-то, ну, более гармоничный, более правильный, и делать операцию в таком возрасте. И я стала искать в интернете, нашла натуропата, может быть, слышала, Анна Зименская была такая, популярная вообще в наше время. Да, это было... Какой-то год. Это было... Сейчас скажу, это семь лет назад было. Шесть-семь лет назад. И я к ней обратилась, она мне, конечно, ну, она сразу сказала, у вас паразиты. Причём, сколько бы я не ходила по врачам, мне никто об этом не сказал. То есть обычно это были пиховые свечки, там разные-разные, там вот эти свечи, там, но никто даже... А, нет, паразитов проверили, но паразитов найти, обнаружить крайне сложно, поэтому, естественно, там ничего не обнаружили. Вот. И когда я вернулась уже с этой консультацией, мы поехали в Могилёв, там, где живут мои родители, мы провели всё то, что... Две недели мы проводили вот этот... Пили там касторку, то, что она сказала, дневное семя, вот, разные... А, закаливание ещё было. И наступил долгожданный результат, то есть выходили паразиты, потому что мы пили тоже антипаразитарные травы, и они прямо клубками выходили, такой пробкой. И здесь как бы вот я поняла, что всё-таки мне вот этот подход больше нравится, и здесь есть хотя бы вот какой-то результат. Ну, вот, наверное, вот эта помощь вот явилась каким-то вот таким движком, когда меня прямо подтолкнули вот дальше изучать вот эту тему, и тут я вспомнила, что я же любила травки, я же любила всех лечить. Ну, вот, я вернулась к тому, всё равно, то, что, к чему, в принципе, моя миссия вот в этом воплощении. Какое время спустя появился я в твоей жизни? Да, потом я начала искать, конечно, варианты ещё, где получить больше знаний, и я занялась собой, потому что ребёнку нужна здоровая мама, и я стала читать Марву Аганиан, я даже провела несколько голоданий, ну, вот, как она рекомендует, проводить, например, соки пить, травы с мёдом, и тут дальше был, конечно, период, когда мне понадобился тренер, и я стала в интернете искать, и я никого не могла найти. То есть все были тренера, это были, они жили где-то в Европе, да, у меня есть, я знаю английский язык, я сама как бы по образованию первому преподаватель английского языка информатики, то есть проблем у меня с этим не было, но всё равно как-то хотелось у нашего тренера, тренера, и я нашёл... Наташа, ты не озвучила главную деталь, ты не просто тренера искала, во-первых, это фитнес-тренер, не тренер по шахматам, по гимнастике, тебе нужен был фитнес-тренер, который на растительном питании, но ты их видела, то есть веган-тренеров видела, только лишь зарубежных, и это правда, действительно, даже у вас есть такой знаменитый веган-атлет Сергей, представляешь, фамилию его забыл, и то он живёт в Ливии. Я прислал тебе когда-то ссылку, ну, во всяком случае, он очень так нашумел своей формой года 4-6 лет назад, где-то в этом сроке, поэтому даже этот человек, и то вроде как из Беларуси, но переехал в Ливию, действительно, в маленькой Беларуси, и даже на сегодняшний день веган-тренеров в России просто по пальцам двух рук можно сосчитать. И то у кого-то лишь год, у кого-то лишь год, а у кого-то максимум там 3 года. Поэтому действительно крайне сложно веган-тренера, и тем более там тренер-сыроеда, который понимает, как на растительном питании достигать определённых физических результатов. Это сложно. Продолжай свою историю. Я помню, когда я тебя увидела, мне очень понравилась твоя история, я её прочитала, и мне очень понравилось, что ты ещё, кроме как фитнес-тренировок, ты готовишь ещё, даёшь какую-то базу по питанию. И это, конечно, меня очень обрадовало, и я тогда тебе, помню, написала, и ты мне всё просто подробно, настолько подробно расписывал, что я очень часто возвращалась к тому, что ты мне написал. Причём, когда... Так же приятно это знать. Когда я попросила тебя написать вегетарианское меню, потому что я тогда была ещё всё-таки к сыроедению была не готова, но ты сказала, Наташа, я не могу тебе это питание написать, я тебе напишу то питание, к чему нужно стремиться, а дальше ты уже постепенно иди двигайся в этом направлении. И это было очень правильно, и ты всё правильно сделал, спасибо тебе огромное за это, мне это очень помогло. И я пользуюсь, до сих пор делаю по твоим рецептам какие-то смузи, салаты, то есть это просто класс. Спасибо тебе огромное. Ну и, конечно, мне понравилось... Да, ещё мне очень понравилось, что у тебя было... Ты занимался тогда благотворительностью активно, ты проводил какие-то веганы уже, я начинал веган-фестивале, и мне... Я очень всё время наблюдала за тобой, всё время была подписана, всё время поддерживала, и я знала, что то, что ты делаешь, это всё правильно. Вот. Ну, конечно, у меня был темп такой, постепенный, и мне сейчас очень обидно, когда веган-тренеры тоже, бывшие, да, которые хорошие там, или натуропаты, которые были на веганском питании, и они возвращаются к обычному, традиционному питанию, и очень печально, что, вот, скажем, нас, действительно, которые мы остаёмся ещё на таком питании, их очень мало сейчас. То есть в какой-то пошёл, можно сказать, немножко откат назад, но это то, что я вижу. То есть люди потеряны, люди не знают, почему уходят, мне постоянно пишут, «Наташа, а почему там опять тот блогер там, опять стала кушать рыбу, там, мясо?» Ну, и я послушала этого блогера, а она говорит, «Я, у меня бы 12 не поднимался, то есть я сколько бы не пила B12, там, в таблетках, и так далее, и он у меня не поднимался». Вот. Но можно было достаточно, конечно, сделать шаг назад и вести хотя бы там, да, яйца какие-то, понятно, но здесь нужно найти ещё причину, почему B12 не усваивается. Я думаю, что дело в патогенке совместно с паразитом. Чаще всего. Потому что, на мой взгляд, изобилие растительной клетчатки, если к ней, конечно, готов ЖКТ, как раз и создаёт правильную микрофлору, симбиотическую микрофлору, которая способна синтезировать и B12, и определённые аминокислоты, и определённые жирные кислоты. Поэтому всё дело в том, что в нас внутри находится. И не только я про душу и сердечко. Микрофлора. Всё дело в ней. Поэтому извне таблитосы или пить в какой-то жидкой форме B12, ну, это такая мера искусственная, и она просто может погасить симптомы, но она изначальную причину не решает. Это моё видение. Ты можешь высказать своё. Хотя позволь мне немножко отмотать плёнку назад. Ты упомянула, что, дескать, я... Ну, обрисовала меня так, как будто тренер-тиран, который сказал, я не могу вегетарианскую, только сыроедную. Почему я так делал? Потому что для меня этичность, она уже стала превалирующей, и я не мог советовать человеку употреблять яйца молочку. Во-первых, знаю, что это эксплуатации с последующим убийством животных. Во-вторых, потому что я знаю, что это приводит к накоплению лишнего жира, то есть лишнего веса, это приводит к болезням, к определённому умонастроению, потому что даже то, что девушки порой входят в такие панические состояния, это в том числе от животной пищи. Поэтому уже на тот момент я не мог прописывать вегетарианскую, поэтому да, и по-прежнему с каждым человеком я не стопроцентно создаю сыроедные, я оставляю маленькую толику, вдруг человеку сложно взять и стопроцентно сыроедить. Это горожанину чаще всего непросто. Так, давай вернёмся ещё к твоему промежуточному моменту. Знаешь, когда мы начали наш эфир, я вспомнил о девушке, которая, я думаю, что в твоей судьбе сыграла огромную роль. И мне интересно, сыграла ли она свою какую-то решающую роль в питании. Я говорю, конечно, об Элине. А, да, конечно, практики, скажем, и вот эта духовная моя составляющая, конечно, она сыграла очень важную роль. И да, безусловно, она сама тоже сама на таком питании, ну, у меня веганское питание, а у неё чистое питание, то есть как у тебя, такое исключительно сырое и много лет. Я знаю, что у неё очень хорошие анализы, и она, скажем, у неё малоедение, то есть она очень много ест, и практики, вот, они тоже, скажем, помогают, помогают держаться вот в этом как бы тонусе, и больше как бы сознание расширять, больше как бы иметь такое понимание, везде то, что происходит. И, конечно, да, она большую роль сыграла, и до сих пор играет, то есть я пользуюсь её инструментами до сих пор, которые исцеляют меня не только внешне, но и изнутри. Элина, напомни, пожалуйста, фамилию. Матвеева. Точно Матвеева. Ты про неё? Да, по-моему, да. Или я попутала, подождите. Нет, нет. Я помню, что на М, поэтому я тоже что-то как-то запамятовал. Ченнеля. Я помню, как меня очень впечатлило её история, поскольку она получает знания свыше, да, от более высших разумов. Она пересказала их историю наших цивилизаций здесь, на нашей планете. И меня это до сих пор держит. Я придерживаюсь примерно этой же альтернативной истории происхождения жизни на планете и так далее. Хотя да, по-моему, Матвеева. Элина, она ченнеллер, и меня очень радует то, что она при такой красоте, при такой молодости, действительно продвигает, в том числе и осознанное питание, осознанную жизнь, и через практики она, я думаю, тоже помогает, сподвигает на растительное питание. Поэтому я и хотел у тебя какие-то такие моменты услышать. Я могу тебе ещё сказать, что она говорила, что кому тяжело из людей перейти на вегетарианство, на веганство, то есть у тех есть поломки на первом энергетическом центре. Но на самом деле оно так и есть, потому что есть люди, которые, ну, им очень тяжело перейти, они постоянно, у них откаты назад, они не могут, то есть тоже вот это вот держат, вот этот момент. И это тоже одна из причин, почему многие либо не могут проснуться, понять, что это вредно, что это не наша пища, то есть они остаются в каком-то спящем режиме. Но мы все должны принимать этих людей, относиться с принятием, то есть это их выбор, и поэтому всё в порядке. То есть те люди, которые хотят, желают узнать больше, в этом разобраться, то для этого вот мы сегодня проводим эфир, и чтобы иметь дальнейшие, какие-то более глубокие знания и представления об этом всём. Ну и как пример, потому что всегда важны практические мы с тобой в практике, ты первый всё это начал, я подхватила это всё, мне это было интересно, и, конечно, у меня тоже очень хорошие результаты, и по здоровью я, у меня нет хронических сейчас заболеваний, которые у меня были, это были, ну, у меня не было органов, чтобы не было опухоли, то есть я удаляла на голове постоянно опухоли, и постоянно в груди у меня была опухоль, то есть это постоянно были врачи, постоянные болезни, но достучаться до меня душа не могла, то есть ты не идёшь ни туда, давай просыпайся. И, конечно, когда уже заболел мой сын, то есть вот это уже был моим толчком, который мне помог, но испытания всегда будут жёстче, то есть если и всегда нам жизнь предоставляет возможности, выбор, всё зависит только от нас. Наташ, ты знаешь, вот хотел молчать, хотел вот исключительно, чтобы ты рассказывал о своём опыте и так далее, но ты сейчас затронул очень крайне важный момент. Это болезнь, потому что мы рождаемся с определённым состоянием здоровья, и оно передаётся, ну, если для обычного человека генетически, то есть от родителей, правильнее всё-таки кармически. И то, что передано с кармой, наше состояние здоровья, оно ведь чаще всего хорошее, если не стопроцентное, то просто хотя бы хорошее. Но человек использует эту батарейку крайне невыгодно, неэффективно, и поэтому он садит очень часто, слишком быстро неправильной эксплуатации своего тела. И действительно, или наша душа, или Вселенная, или Ангел-хранитель, или какие-то высшие силы, они очень часто дают такие помоки в виде простых болезней, простуда. Она может повторяться, но это лёгкий такой тумачок, могут быть более серьёзные, когда там, как я на днях подвернул ногу, и колено заболело, и голеностоп, и так далее. А бывают более серьёзные, когда вот они опухоли, онкология и так далее. И в этом случае человеку прям вот нужно задуматься о том, что же он делает с собой и с окружающим миром не так. Очень часто это обиды, неправильное общение как родными, близкими, то есть начиная от родителей и продолжая. Психосоматики всегда очень много. Да, да. На самом деле я вот на днях создал файл PDF, в котором как раз перечислил, из чего же состоит здоровье. И вот психосоматика у кого-то может занимать чуть ли не 90%, из-за чего появляются болезни. Поэтому человеку нужно отрешиться от того, что это вроде как эзотерика и всё это ерунда, на самом деле тут многое должно сложиться вот в этом большом круге, где всё подойдёт. Вообще вот это всё это встроенные механизмы в нашем теле и в нашей энергосистеме. То есть у нас мы рождаемся с уникальной энергосистемой, как отпечатка палец у нас есть уникальная, как сетчатка глаза. И уникальная у нас у всех генетическая составляющая. И тут уже наш выбор. Либо мы распакуем самые лучшие гены, либо мы распакуем самые худшие гены. То есть это тоже зависит только от нас. И, кстати, добавлю, что Элина, она дала инструменты, она даёт очень экологичные инструменты, которые просто пользоваться на всю жизнь. Она обучает этому. Ну и как раз вот с одной какой-нибудь психологической проблемой, например, мы можем ходить всю жизнь и её решать, как те же, например, обиды. То есть у человека может быть внутреннее предназначение, допустим, отработать обиды. То есть он с детства такой вот рождается, и он всё время обижается, ходит, ему всё как-то не нравится. И вот она даёт инструмент, который позволяет постоянно себя держать в экологичном как бы таком коконе. То есть ты имеешь всегда защиту, ты себя можешь очищать с помощью этих инструментов. Но это и есть медитации. Может быть, кто-то не готов к этому, но это тоже как бы наша такая внутренняя составляющая, без неё никак. То есть можно ходить к психологу всю жизнь, либо использовать сам инструмент, а к психологу уже обращаться, когда, например, поднялась с помощью практик, медитации, поднимается какая-то там, например, обида очень сильная, потому что обиды, они уже наслаиваются, их может быть очень много. Это как капуста. А сердцевина, до сердцевины ещё дойти нужно, да? И вот мы слой капустный вот этот снимаем, слой за слоем, и потом вот это, когда-то ходим до сердцевины, и когда это очень тяжело пройти вот этот момент, то мы можем обратиться к психологу, и он поможет нам просто выкорчёвать, вот как бы достать это уже до конца, потому что бывает вот, когда мы до стены вот до этой сердцевины до основательной причины доходим, там вот может наступать очень тяжёлый такой период. Поэтому вот здесь тоже очень нужны и психологи нам, и нужны и мастера, которые дают правильные инструменты экологичные, которые нам не навредят, а только нам помогут. вот, если кому будет интересно, я, конечно, дам ссылку на её аккаунт, и и можно, там очень много информации в бесплатном доступе. Наташенька, ты знаешь, прежде чем мы перейдём к решению проблемы со здоровьем, давай ты вкратце хотя бы упомянёшь, как же ты как ты растительное питание вставила в меню семьи? Ну да, это тоже, кстати, можно рассказать, это очень интересный был опыт. Ну, всё началось с того, что когда я набрала информации, то есть я набрала знаний, я сходила к тебе на консультацию, потом у меня были книжки, которые мне тоже помогли прийти к осознанию очень многих вещей. И я пришла, я стала, конечно, сразу, мне хотелось, чтобы поделиться, мне хотелось, чтобы вот все стали такими, как я, и, конечно, через это очень многие проходят, но в конечном итоге я поняла, что лучше не трогать, лучше начать себя, лучше себя сначала восстановить, а потом показать другим пример. и я ненавязчиво своему мужу кидала какие-то там, какие-то ссылки, какие-то, и даже с тобой знакомила, я помню. И постепенно, постепенно он сам пришёл как-то, тоже, кстати, через болезнь, он заболел, он страдал хроническим гоморитом, и он, по-моему, пришёл, и такой ко мне приходит и говорит, ну, говорит, Наташа, что мне делать? Я говорю, улыбайся ему, а он говорит, ну что, у тебя касторка там, раньше я в основном касторка, по морве огоня очищала людей, вернее, очищала себя, то есть сначала я же себя очищала, и он такой, не-не-не, не хочу, потом опять мучается, пошёл опять там что-то, там, температура уже поднялась, там, опять у него обострение, опять приходит, Наташа, что мне делать? Я говорю, ну, у тебя есть выбор, либо пойти в больницу, в поликлинику, где тебе назначат антибиотики, и прокалывать будут нос, либо давай на голод, по моим методикам, то, что мне помогает. И вот тут он сдался, ну, и когда он получил очень хороший результат, и вот так, шаг за шагом, в течение нескольких лет, то есть это было не сразу, и я хочу больше сказать, мои родственники были просто в шоке, хотели, даже были такие выбросы в мой адрес, что меня лишат прав, вот, материнских, если я не успокоюсь, да, звонила, звонили родственники, говорили, что если там волосок упадет от Кирилла, там, или там от Даника, или там они там завалиют, зубы выпадут, то имей в виду, то есть было, конечно, такой опыт был более жесткий, но я все равно, у меня были мои примеры, другие, и, конечно, они меня вообще не слышали, но к чему это все привело, то, что я не сдалась, то, что я стояла на своем, и в конечном итоге они увидели результат, конечно, сначала, когда я все там, убрала в большей степени, там, молочку, там, мясо, то, конечно, я похудела сразу, то есть я и так была, ну, я стройная всегда, а тут еще, как бы, такой, знаешь, убрала пласт продуктов, и где-то за полгода мой вес пришел в норму, ну, еще я плюс чистками занималась, голоданиями, честно говоря, вначале фанатично этим всем занималась, сейчас, конечно, совсем по-другому бы шла, но тогда это было очень модно, и после этого я, после этого я поняла, что мои родственники, когда я к ним приезжаю, они не едят мясо, в те дни, когда я приезжаю, и, мало того, они еще готовят для меня блюда, то есть они готовили вегетарианские, веганские блюда, и они меня спрашивают, Наташа, мы больше не можем выдержать, все, на следующий день они уже там, ну, начинают там мясо, где-то что-то, рыбку доставать, я думаю про себя, ну, даже один день в жизни вот без животного белка это уже победа, и сейчас они стараются приготовить для нас вот эту еду, но, конечно, через какой ад это все пришлось не пройти, но в итоге они видят, как я выгляжу, они видят, чем я занимаюсь, и какие у меня результаты, Кирилл с ними постоянно делится там со своей стороны, ну, и с моими родителями, и мои родители, когда мы приезжаем, они никогда практически не едят, мы даже бывало приезжали на больше дней, там, на 4 дня, и они не ели мясо, и они сократили мясо в разы, то есть они едят там раз в неделю чуть-чуть индейки и либо чуть-чуть рыбки, то есть вот такие результаты у меня, ну, это 5 лет заняло, да, это не сразу. Вот, и это очень важный момент, что с наскоку, не получится. Это, наверное, касается любой, любой идеи, любой идеи, потому что, ну, тем более, когда такая революционная идея изменить питание, а питание, это вот прям незыблемое, что-то незыблемое, это что-то незыблемое, это как фундамент жизни, и когда этот фундамент надо перекраивать, то большинство людей, конечно, к этому не готовы, именно поэтому чаще всего это занимает месяцы, в твоем случае это годы, и только лишь пример, только лишь пример, а, ты осталась на этом питании, б, ты всем своим видом, ты чудесно выглядишь сегодня, и всем своим видом цветущим ты показываешь на этом питании очень классно быть здоровым, ц, вы прошли разные болезни, ребята, ну, как, как можно не обращать на такое важное в жизни, важный момент, когда не нужно употреблять какие-то лекарства, дорогостоящие лекарства, ходить в больницы, когда есть простое лекарство, как сказала Виценна, и пусть вам еда ваша будет, станет лекарством, а лекарство станет едой, только не в том смысле, мы не то, что мы едим, только не в том смысле, что нужно теперь тоннами поглощать фармацевтические, ну, синтетические какие-то препараты, нет, наоборот, нужно выбрать терапевтического класса, так сказать, еду, и чтобы она наполняла нас живой энергией, праной, чтобы она наполняла витамины, минералами, фитосоединениями, которые борются как раз как антиоксиданты, в том числе, с определенными заболеваниями, поэтому, ну, в наших с тобой глазах все достаточно просто, но эту простоту сложно донести, и еще ты упоминала про книги, в том числе Марва Агонян и так далее, я вот что вспомнил, я сейчас опубликую как раз таки ссылку для перехода, чтобы все, кто смотрит сегодняшний эфир, перечли по этой ссылке, в крайнем случае, чтобы они сделали запрос мне в Директ, и я дам эту ссылку, по которой они могут забрать как подарок от нас, ну, от моего сегодняшнего эфира с тобой, подарок в виде аж 72 книг, 72 книги по питанию, по здоровью, отдельно веганству, отдельно сыроедению, разумеется, там есть и рецепты, разумеется, там есть и про детское питание, ну, в общем, это огромное количество разных-разных книг от разных авторов, в том числе, там, по-моему, больше десятка я собрал, что мне особенно приятно, мне как мужчине всегда нужны аргументы, и каким людям прислушиваешься, разумеется, тем, кто от науки, тем, кто от врачевания, и вот там около 10 или, по-моему, 15 книг врачей, веганов, врачи, веганы существуют в этом мире, так же, как и тренеры, нас пока что в меньшинстве, но мы вместе, поэтому вот вам этот подарок, ловите. Да, благодарю, да, спасибо, в роман, прекрасный подарок, и я думаю, что главное не лениться по одной книжке хотя бы читать по две, там, раз в две недели, в месяц можно, да, ну, как у кого получается, потому что информации сейчас очень много, в соцсети очень много, мы все загружены этой информацией, очень тяжело выбрать из этой информации какие-то правильные, какие-то вещи, и, конечно, книги, они дают очень большой толчок, и даже дают толчок, вот как правильно, мне все спрашивают, что как мне вот моим родственникам объяснять правильно, я говорю, ну вы почитайте, вот когда это действительно отложится, действительно сознание, то вам не нужно будет мне говорить, как нужно кому-то сказать, например, там, по мясу, там, или по молоку, то есть все станет на свои места, особенно я всем советую врачам, ко мне приходят на личное сопровождение, тоже врачи, педиатры, и я всем советую книгу «Китайское исследование» Кэмпбелла, то есть это профессор Кэмпбелл, книжка, да, да, и вот эта книга переворачивает их полностью сознание, и они очень потом благодарят за эту книгу. Ну а как тут не перевернуться сознание, если профессор, которому, собственно, и дали задание изучить здоровье и болезни определенных регионов в Китае, и он, этот самый профессор Колин Кэмпбелл, он, когда начал, он был на обычном питании, и когда он стал изучать, что в разных регионах питаются по-разному, он выяснил, что есть богатые регионы, в которых огромное количество животного белка, и, соответственно, там одни болезни, а в, так сказать, бедных районах там совершенно другие болезни, и это чаще всего болезни немытых рук, а вот в зажиточных, как я это называю, регионах, там чаще всего рак, диабет, ожирение, онкология и сердечно-сосудистые, и он выяснил, что главный триггер здесь именно животный белок, самый главный триггер, из-за которого, собственно, и происходят эти болезни, и когда он это увидел, он сам стал веганом, ну и после этого стал пропагандировать это, а потом его сын присоединился, кстати, это семья, преемственность, а потом его и сын присоединился, ну то есть, вот так это работает. Все пример, все примером достигается, и я помню, что он рассказывал, писал в своей книге, что если я, ну японец, например, приезжал в Америку и начал иналоги кушать вот эту американскую еду, у него появлялись те же хронические болезни, что и у американцев, хотя у него до этого, в Японии этого даже и не было, и в зачатках, вот, поэтому, да, там очень много информации, именно исследований, вот то, что нужно всегда доказать, и эту книжку многие читают по несколько раз, чтобы приводить примеры, потому что запомнить сразу ее просто невозможно. Она у меня стоит на полке, я ее даю читать, ну у меня, я люблю в печатном виде читать книжки, и, конечно, должна быть какая-то библиотека, все-таки люди приходят, и они всегда смотрят, вот, а многим очень показательно, что читаем, вот, они очень всегда эту книжку достают, вот, так что это тоже такой показательный момент. Хороший, да. А теперь, Наташа, смотри, ты упомянула вначале, что к тебе обращаются люди с дефицитом, уже будучи на растительном питании, и ты видишь, что очень многие сходят с растительного пути, так сказать, с пути растительного питания. Что я вижу здесь, а после этого дам тебе слово, что я вижу здесь. На самом деле, этим людям не хватает по, наверное, четырем направлениям фундаментальных каких-то фундаментальных знаний, базовых знаний, хотя бы базовых. Первое, ну, человеку недостаточно этичности, то есть он должен понимать, вообще-то, что отказываясь от продуктов животного происхождения, он перестает участвовать в насилии. Это уже замечательно, то есть твоя карма очищается, ты делаешь в этой жизни что-то хорошее для живых существ, это уже должно быть таким мощным фундаментом, мощной мотивацией. Затем здоровье. Конечно, здесь вот такая фундаментальная база должна быть из книг, из фильмов, роликов, благо, что их тоже огромное количество существует. Сейчас не стану перечислять, и так, я думаю, захламил примерами эфир. В общем, нужно получить знания по здоровью. Почему? Растительное питание гораздо лучше. Вот нужно понять человеку наполниться знаниями по этой теме. Затем, я, например, не знал, не гадал, не думал, не гадал, как говорится, что, оказывается, животноводство просто разрушает катастрофически нашу планету. Как рыболовство, так и выращивание крупного, как говорится, скота. То есть молочные фермы это просто гибель всего вокруг. Поэтому фильм «Скота. Заговор» тут в качестве примера. Это мне очень сильно помогло понять, что я еще могу сделать для окружающего мира. Что я еще могу сделать для того, чтобы оставить своему сыну, например, эту, так сказать, оставить планету в зеленом состоянии, а не в разрушенном. Третий момент это та самая эзотерика, карма. Карма, потому что нужно понимать, что есть определенные законы жизни, определенные законы Вселенной, по которым ты можешь их не знать, ты можешь по ним не жить, но они, как законы физики, незримо существуют. Веришь ты в них, не веришь, как говорится, яблоко отпущенное из рук, все равно упадет вниз. Хорошо? Не на голову Ньютона. Поэтому карма или что-то такое эзотерическое, не знаю, поверят ли вы христиане в это, вот так вот, с первой легкой моей подачи, но тем не менее, это есть. а кстати, про четвертый момент что-то я как-то и подзабыл. Но этих трех уже достаточно, правда ведь? И вот теперь, когда люди недостаточно понимают эти столпы, на которые собственно и должны зиждеться зиждеться вот понимание, почему нужно оставаться на растительном питании, если что-то будет шатко, если чего-то, каких-то знаний будет мало, то человек будет страдать, так сказать, либо по здоровью, либо еще по каким-то моментам. И этого можно избежать, если по твоим советам делать что? Если соблюдать все правила, которые естественны, заложены нам природой. Это в общих чертах. А теперь давай детально. Почему появляются болезни? Почему люди не избавляются от болезни, от лишнего веса? Вот твоими глазами нутрициолога. Почему не избавляются? Потому что смотри, давай вернемся с тобой немножко в детство наше. Начнем с того момента. Это очень важно, потому что там формируется в основном вот эта основа, база, потом из чего вот это все и растет. И тут нужно начинать именно анализы оттуда. Когда, если ты помнишь, какое у нас было питание, обучали правильному нас питанию, то есть помнишь, как тебе родители говорили, доедай со стола, и если ты пока не поешь, ты не выйдешь, я не буду тебя любить, если ты там не доешь до конца. говорили же всем, это вот такие стоявшие были вот эти стереотипы, убеждения, которые сложились тогда. То есть очень важно было, особенно после войны. И у меня было такое, я помню, пример такой, когда я жила со своей тетей в Павруське, меня туда отправляли на лето, и она мне давала на завтрак, то есть мне было 9-8 лет, на завтрак, обед давала сардельку, такая жирная была сарделька, и кашу, то есть кашу меняла, кашу, картошку, гарнир был разный. И я тогда еще, вы меня извините, но я тогда брала эту сардельку, я прятала под платье, либо в трусы, и я выносила в туалет, я ее смывала. Приезжает моя мама и говорит, ой, Наташа так плохо кушает, а тетя моя говорит, не знаю, у меня Наташа прекрасно кушает, все съедает. Конечно, ну, я так, ну, надо было, чтобы как-то выкручиваться, ну, на самом деле, сардельки эти в детстве даже не лезли. И вот, вспомни, вот это было время, кстати, моя, вот как раз тетя, она имела больше 20 ларьков, вот, когда помнишь, вот эту всю химическую этот мусор, стали привозить юпи, всякие колы, там, ну, эти баусы, там, снигерсы, да, это же куча химии, просто, просто тотальная куча, и тогда вот, когда соединение произошло, вот этих химических лабораторий и еды, все, это был коллапс, конечно, и я представила, мне это было еще все бесплатно, и я мешками это ела. И, конечно, с нами ничего не произойдет, если мы сегодня с тобой съедим, например, там, салатик, а другой человек съест в Макдональдсе, покушает, мы же не увидим никаких результатов, но это все имеет накопительный эффект, и, соответственно, через какое-то время, там, через 20 лет, оно приведет уже к таким хроническим заболеваниям, то, что у меня были эти опухоли, они же не просто на каком-то голом месте появляются, то есть тому была причина, есть причина, есть следствие, вот, причиной явились вот эти все, вот этот мусор, который я ела в очень большом количестве, потому что я еще раз повторюсь, работала тетей, я работала даже в ларьке, и у меня постоянно была жвачка во рту, и я продавала, тоже помогала ей это все продавать, поэтому я наела этого мусора очень много, и в итоге, конечно, получила не очень хорошее здоровье, но мы же рождаемся с определенным ресурсом здоровых клеток, и есть нездоровых клеток, и, конечно, тут уже тоже как повезет, то есть если, например, один человек там взял самое лучшее от родителей по генетике, то ему достаточно будет поменять питание, и как бы все, да, ну, скажем, ему будет более легкий путь, а есть люди, которые, им досталось больше клеток плохих, то есть вот этого генетического, да, скажем, как это, генетических вот этих клеток, да, которые передаются, то есть они больше плохих взял, и он будет болеть, и постоянно болеть, и тут еще, если еще мы накладываем на этот, как бы, фон еще неправильное питание, неправильный образ жизни, то, конечно, у ребенка уже там в 20-30 лет уже будет плохое очень здоровье, и тут еще накладывается, естественно, экология, наша вода, которую мы пьем, то есть мы это просто не замечаем, потому что сегодня, если вы это сделаете, то вы не увидите какой-то плохой негативный эффект, то есть это все будет накапливаться слой за слоем, и потом это только выстреливает, и вы понимаете, вот, например, я когда узнала, что у нас уксус в магазине не яблочный, то есть он состоит, сделан из древесины, и на этом всем строится, то есть получается, мы этот химический уксус, который с канцерогенами, мы его кушаем в майонезах, в кетчупах, во всех этих соусах, то есть там не будут добавлять яблочный уксус, потому что яблочный уксус натуральный, он стоит дорого, вот, а этот уксус, он дешевый, и хорошо, конечно, делают на этом закатки, но потом, в будущем, то есть имеют какие последствия, потом думают, откуда у меня катаракта, то есть они же не свяжут это с тем, что они ели, например, тот же уксус годами, то есть они скажут, это что-то другое, это возраст, то есть это вот пришел просто возраст болезнь, там 40 лет, как спрашивают у одного, а вы еще зонт не глотали, то есть 40 лет, это надо всем повально уже глотать зонты, то есть все нормально, когда у нас куча гастритов, колит, куча болезней, то есть это считается у нас нормой, вот в данном случае в моем возрасте, после 40, и как хорошо, что я в этом разобралась пораньше, и за эти годы я смогла восстановить, но я честно скажу, Роман, я себя собираю по крупицам до сих пор, то есть да, какие-то хронические заболевания ушли, но я до сих пор еще сталкиваюсь с проблемами, то есть когда я неправильно вошла в беременность, когда я проходила сама беременность, когда меня там тоже пичкали гормонами, это тоже оставляет свой след, и до сих пор у меня еще не восстановились сосуды до конца, то есть я до сих пор еще, но уже из второй степени варикоза у меня уже начальный самый уровень, то есть самый-самый начальный, а была вторая степень, то есть это уже большой результат, но это, к сожалению, не так все быстро, и мало того, я еще кучу прививок наделала, когда это было, наверное, это слово может нельзя произносить, вот, почему, чтобы потом, а я знаю, что сейчас как-то вроде как блокирует это все, то есть стоит, не знаю, ну, надеюсь, пропустят, у нас не так много этих слов, паразитов, так вот, я взяла, и где-то 10 лет назад, Даник у меня, нет, не 10 лет, 8 лет назад, Даник у меня не заболел ветрянкой, а в саду болели ветрянкой, я его не повела, потому что мне сказали, что взрослые болеют хуже, и я взяла, пошла, сделала прививку от ветрянки себе, и своему сыну, и я вот мучилась со своей, то есть это дало, конечно, на нервную систему, это дало на мозг, то есть у меня были приступы разного характера, и немножко следы еще остались оттуда, но уже, в основном, уже я восстановилась, то есть настолько мне вот эти 7-8 лет, это постоянно был гербис на губах, это постоянно были, ну вот такие проблемы, то есть всегда нужно, что мы делаем, всегда нужно обдумывать тщательно, ну вот были бы мои знания там, тогда в то время, было бы, конечно, сейчас намного лучше. А позволь здесь, вот в этом моменте, немножко подрезюмировать, люди, когда переходят на растительное питание, они ожидают, что либо они сами, либо, когда присматриваются к тем, кто переходит, ожидают, что все, человек прямо сейчас расцветет, прямо сейчас он потеряет лишние килограммы, если они есть, и прямо сейчас будет это образец здоровья. И наоборот, когда там человек вдруг умирает и вот говорят, вот видишь, во всем виноваты его чистки, голодания, веганство, сэрэйди. А на самом деле люди забывают, что когда они приходят к точке переломной точке перехода на растительное питание, то они тянут за собой длинный хвост, шлейф предыдущих токсинов, шлаков, лекарств, теперь уже даже и пластика, который находится внутри тела такого человека. Он тянет шлейф каких-то болезней, и эти болезни могут где-то просто быть спрятаны. И когда организм, переходя на растительное питание, ему уже нет необходимости бороться с животным белком, вообще с животной пищей, с животным жиром, то есть там очень много разных элементов, с которыми наш организм борется. Тут очень-очень активная Юлия, да, и конечно же сохраню эфиры, надеюсь, что Инстаграм позволит это сделать. Да, Юля, тебе спасибо за многочисление твоих комментариев, ты очень оживляешь эту беседу, я слежу, но не успеваю просто всем ответить. И если вернуться к моему повествованию, в общем, человек с этим хвостом приходит и он не может на растительном питании сразу от них отсоединиться, потому что организм наконец-то хотя бы перестает бороться с тем, что попадает вовнутрь. Но болезни-то он еще тянет за собой, а растительное питание чаще всего на первых порах это очищение. И эти чистки могут протекать не всегда гладко. Вот как у людей одни могут легко переносить даже 20-дневное, 30-дневное голодание, есть кто-то из знакомых если не ошибаюсь 43 дня голодал и при этом прекрасно себя чувствует. Ну, не то, чтобы там ходит по-прежнему в тренажер на зал, но во всяком случае легкие пробежки или походы в парк и так далее возможно у такого человека. А есть люди, которые день, два, три и все, и они никакущие, голова болит, состояние тяжелое, что-то из них выходит, почему? Организм очищается. И поэтому в этом случае не голодание виновата, а то, что делал человек предыдущие годы. А сколько он это делал? Конечно. Опять же, пример Юли, ее кормили для того, чтобы гемоглобин поднять вроде как, причем определяли по цвету лица, если ты успела заметить. И ее кормили сырым мясом, сырым, свежим мясом. И понятное дело, когда человек прямо с детства, в твоем случае это всевозможные там жвачки с 11 Е, эти все Е синтетические тоже сохраняются в организме, они порой очень сложно выводятся. И поэтому, когда вся эта ерунда прямо с детства тянется, и вот он первый десяток, второй десяток, третий, четвертый, ну то есть смотря сколько лет человеку, как это можно очистить за пару сеансов кастрового масла? Или там пару-трех дней голодания? Он только все расшатает, он только все возбудит в себе, он только все поднимет. Но это еще целый труд. То есть восстанавливать это здоровье, когда общаемся с людьми, я говорю, это большой труд. Это нужно, да, действительно провести много разных подходов, то есть это нужно и включать дыхательные практики, и возможно сделать висцеральный массаж, сходить к остеопату. Это какие-то практики очищения травами, потому что очень много приходит, кто вообще не очищался от паразитов, но живут с собаками, и когда начинают чистку, они говорят, а как столько живут у нас? Я говорю, да, вот надо просто периодически это делать, и, кстати, у веганов, сыроедов очень много паразитов приходят, и, скажем, у них тоже, почему у них возникают эти дефициты? Потому что нужно очищать себя вот именно от паразитов, и давай вот что-то когда мы вернемся в ту тему, да, то есть именно почему на веганстве люди начинают выглядеть плохо? Вот этот вопрос ты уже начал раскрывать, я еще его как бы дораскрою, то есть это здесь идет, например, возьмем человека, он захотел перейти на веганское питание, там, или стать сыроедом, он послушал какого-то для себя авторитетного блогера, который послушал и захотел перейти, но переход, как правило, когда я начинаю распечататься с людьми, переход был быстрый, то есть человека было куча хронических заболеваний на традиционном питании, питался он несбалансированно, все здоровье висело уже там на одном волоске, то есть ресурса не хватало, то есть уже там четвертая стадия, знаешь, там если вот уже у него куча-куча там всяких грибков, там паразитов, то есть это развивается, тут он увидел, что здоровье канацея, здоровье может решить только вот этот один-единственный переход на живое питание, на сыроедение, и вот он с этим всем букетом хронических заболеваний, дефицитом переходит на другой питание, то есть мозг и психика бежит впереди, а организм еще не может никак подстроиться, то есть для того, чтобы ему перестроиться, ему нужна годы практик, потому что я знаю, что ты, Роман, на вегетарианстве был очень долго, пока ты убрал полностью все продукты, и ты шел поэтапно, то есть ты не сразу, например, убрал там мясо, молочку, и вчера был, например, там на мясе, а завтра ты уже на фруктах, то есть вот это типичная, тоже фанатичная такая вот, когда двигаются, именно идут за идеей, идут вот за, скажем, за блогерами, но самое интересное, блогеры сами еще не проверили этот тип питания, этот тип питания для того, чтобы транслировать, помнишь, когда ты мне говорил, Наташа, когда ты там включишь, там будешь вести там социальные сети, рассказывать, я говорю, нет, Роман, пока я не восстановлю себя, пока я не покажу пример другим, я не могу, я не могу просто транслировать это, то есть мне нужно сначала проверить это все на себе, и, конечно, когда у меня уже появились результаты, когда я четко уже стала понимать то, чем я занимаюсь и куда я буду вести людей, только тогда я стала, скажем, уже общаться и вести соцсети, вот, причем начала это делать совершенно недавно, спустя пять лет, вот, и вот, допустим, медленно, да, и вот, вот этот веган, парень, например, он переходит резко на этот другой тип питания, естественно, там поднимаются все его, обостряются его все болезни, потому что мясо тоже, оно, скажем, давало хотя бы хоть какой-то, например, ему ресурс, а сейчас это убрали, он не знает, чем это заменить, либо он начинает кушать бобовые, которые вызывают у него газообразование из-за того, что у него ЖКТ больное, да, или желчаток у него плохо работает, но он работал на традиционном питании плохо, то есть здесь никакой связи нету вообще вот с тем, что говорят, что веганство, это, то есть на веганстве здоровье рушится, нет, рушится оно уже, оно уже разрушилось на традиционном питании, и я всем рассказываю, что если вы хотите, допустим, тушить хроническую, какую-то болячку убрать, то есть, например, у вас на 10 лет хроническое заболевание, умножайте на 2 и переводите в месяцы, то есть примерно столько времени вам придется с этим работать, это с одной хроническим заболеванием, и вот этот парень, конечно, он пойдет, он еще больше надорвет свое здоровье, поскольку у него были дефициты на традиционном питании, а на сыром питании пока еще не сформировалась та микробиота, не научилась синтезировать, доставать эти все микроэлементы из растительной клетчатки, то есть он, конечно, потеряет, он будет в истощении, он будет в дефицитах еще больших, и потом он напишет, что веганство это все ерунда, вот, я только испортил свое здоровье на веганстве, на самом деле причина была совсем другая, и вот таких ошибок очень много, причем очень много приходит веганов, которые тоже резко перешли, и я им говорю, сделайте шаг назад, он говорит, нет, я хочу быть фрукторианцем, все, я вот, я говорю, подожди, я говорю, у тебя дефициты по кальции, у тебя железодефицит на анемии, у тебя, ты смотри, ты плохо выглядишь, какой ты пример показываешь, тебе нужно восстановить себя, но и восстанавливать постепенно, он говорит, нет, я вот знаю, что организм должен сам справиться, и я ему объясняю, что организм, ты отравлял там 20-30 лет, и тебе нужно поэтапно это все переходить, и чем старше возраст человека, тем ему более плавно надо этот переход делать, потому что дети, они, конечно, очень быстро переходят, ну, а вот, у меня, кстати, сын уже 4 года, не ест мясо и рыбу, вот, и я больше скажу, что он в школе развивается быстрее, чем ровесники его, он, у него поменялся голос, уже началось это все формирование в 12 лет, и мне говорят, может, он там курицу гормональную ест, я говорю, нет, я говорю, он просто, наоборот, ее не ест уже 4 года, вот, просто у него такое идет, ну, формирование, у меня Кирилл уже с бородой ходил в 9 классе, ну, и вот, было очень интересно, кстати, за ним наблюдать, когда сын, я сыну не даю, он не питается в школьной едой, и он носит с собойки, то есть я его приучилась к с собойкам, он складывает туда морковку, там, яблоко, там, мандарины, то есть сезонные фрукты, и что ты думаешь, дети все хотят есть его еду, так я пишу в чат родительский, говорю, вы дайте еду нормальную детям, морковку порежьте, там, дайте ему финики, курагу, то есть они едят эту еду, они даже говорят, Даник, давай я свою котлету обменяю на твою морковку, понимаешь, то есть, да, ну, он таким тоже способом пытается, да, то есть донести, но ты знаешь, многие стали тоже приносить с собой, с обойки такие же полезные, потому что еда очень плохая, и сейчас все хуже, хуже становится, вот, ты с обойками называешь, наверное, контейнеры, да, контейнеры, которые можно уложить что-то нарезанное, сразу скажу, что не все фрукты годятся для этого, потому что чаще всего стоит тебе разрезать фрукт, да, любой, наверное, растительный продукт, он тут же начинает разрушаться, разрушаться, разлагаться, микроорганизмом, микроорганизмом, кислородом и так далее, поэтому морковочку еще можно нарезать, а вот яблока нет, ну, поэтому имеет смысл, может быть, с собой ножичек давать, что-то такое, я лично именно так и беру с собой на киносъемки, когда дыню я могу нарезать, а вот яблоко я исключительно намыл там 3-5 штук и вот таким образом питаюсь. Давай-ка мы вернемся вот про все эти дефициты и прочее. Итак, на самом деле, на самом деле нашими с тобой глазами все достаточно просто. Действительно, нет смысла сразу бросаться в сыроедение, должны быть поэтапные движения. И даже веганство, не сразу. У определенных людей да. У определенных людей действительно не сразу, потому что зависимости. Человек чаще всего слаб от чего-то такого яркого и в данном случае вкусного. Поэтому обычному человеку очень сложно отказаться от того, к чему он привыкал десятилетиями. И, конечно, когда я там в кругу, ну, опять же, на киносъемках говорю, что вот я на таком-то питании. Я говорю, на каком я питании. Как определенные личности реагируют. Не, я никогда не откажусь от мяса. И убегают. В моих словах не было ты должен, ты обязан отказываться от продуктов животноводства. Я сказал о том, на каком я питании. А у человека представляешь, вот настолько стенка эта, настолько вот реакция бурная, что понятное дело, что он где-то там в глубине сознания может догадываться, что в моем случае правильно, а в его нет. Но первое, это защитная реакция. Как устрицы. Вначале захлопнуть створку и избежать. Это просто часто вспоминаю одну девушку. Она там, у нас бригадир по нашей, ну по актерам массовой сцене. И вот она именно так реагировала. Рядом со мной еще находились два или три парня и они сидели рядом. Один ерничал, другой задавал вопросы. И вот они, вот она типичная реакция разного типа людей. То есть кто-то прислушивается, присматривается, задумывается, кто-то больше насмеивается, а кто-то сразу сбегает вот с этой установкой. Я никогда не откажусь от мяса. Это забавно. И в общем, когда человек приходит с такими установками, с такими пищевыми привычками, конечно, он не может оказаться сразу от всех животных продуктов, сразу от всех блюд, к которым он привык десятилетиями. Поэтому моя рекомендация на сегодняшний день, она абсолютно спокойная. Я хоть и несу флаг веганства, я каждый день об этом говорю с людьми, но тем не менее я абсолютно спокойный, что я лучше посоветую человеку, ты сейчас можешь от яиц отказаться? Окей, начни с этого. Ты можешь сейчас, допустим, от творога пресного отказаться? Начни с этого, с определенных продуктов, с определенных типов животных продуктов. на самом деле всего-то четыре категории. Все виды мяса, все виды рыбы и морепродуктов, яйца и молочка. Четыре мы заменяем практически на двенадцать категории растительных продуктов. Фрукты, ягоды, овощи, зелень, корнеплоды, бобовы, семена, орехи, водоросли, грибы. Но неужели из второго ряда нечего выбрать, нечего на замену подобрать. Поэтому договори, потом я скажу. Да, давай тогда завершу эту мысль. Моя мысль очень проста. Плавно входишь, плавно отказываешься от тех продуктов, которые проще. Твоя психика не будет страдать. Вкусовые рецепторы не будут сильно страдать. Организм, пищеварительные системы, они будут постепенно плавно привыкать к этому. Конечно, будет очень здорово, если человек начнет делать чистки. В первую очередь антипаразитарные, потому что патогенная микрофлора она по-своему умна. Это бактерии, это сотни миллионов бактерий, которые тоже чего-то хотят. И поэтому они человека могут руководить. Даже в определенном смысле на ментальном уровне. Мы сейчас с тобой вспомним наверняка Елену Матвееву. И когда это все руководит тобой, сложно сделать резкий побег из курятника. Поэтому чистки. Когда организм очистился более-менее от паразитов, более-менее отказался человек от животных продуктов, тогда можно и печень, разумеется, почистить. И тогда же можно потихонечку начать голодать. Один, два, три дня. потому что сразу голодать ни в коем случае. Там, по-моему, Юля приводила в пример у нее бухгалтер на работе, которая пытается голодать и, разумеется, это не очень хорошо оканчивается. Почему? Потому что паразиты тянут на себя одеяло. Потому что ее организм не привык к такому ограничению пищи, и он не способен синтезировать что-то свое. Потому что у такого бухгалтера наверняка это не девушка 18 лет, у такого бухгалтера сформировалась патогенная микрофлора и нет симбиотической. А симбиотическая благодаря растительной клетчатке способна, повторюсь, потому что это озвучил только в начале, способна синтезировать кислоты, определенные витамины, определенные жирные кислоты. И поэтому поступательная работа. И тогда не будет таких казусов, когда растительное питание как нахлынувшая наоборот отхлынувшая волна обнажает дно, так сказать, море или там озеро. Мы видим, что здесь камни или мусор и так далее. Вот точно так же растительное питание обнажает те болезни, которые внутри человека хранятся. Этот шлейф, который он тянул годами, десятилетиями, он начинает потихонечку разворачиваться и вот все эти моменты, которые я описал, а их еще, конечно, еще кое-что нужно делать, может быть, добавить к этому списку. Тогда эти болезни, эти болезненные состояния будут не такие яркие, не такие сильные. Человек проще будет переживать. И постепенно, если человек плавно отказывается от животных продуктов и не ныряет вот как той подопечный во фрукторианство. А что такое фрукторианство? Это не фруктоедение, как это происходит у русскоязычных фруктоедов. Это не объедание сладкими фруктами. На самом деле фрукторианство, фрукторианство, это плоды, это сочетание плодов, включая ягоды типа помидоров, огурцов и арбуза. это не только сладкие ягоды, это всевозможные даже брокколи, потому что это плюс зелень крестоцветные, то бишь, которые, кстати, антираковые очень сильные продукты, все крестоцветные. Кабачки ты с вами? Да, я к этому и подводил. Кабачки тех любителей, допустим, спагетти можно легко перенести перевести на спагетти из цукини, кабачков. Любишь майонез? Окей, сделай сыроеденный майонез, забрось в блендер там семечки, неважно какие, кунжуты или подсолнечки, набросай туда разных трав, специй, брось, если любишь поострее чесночок, и ты получишь живой майонез, не напичканный, не шпигованный, во-первых, вредным яичным белком, во-вторых, молочную сыворотку туда тоже бросают, и в-третьих, что самое ужасное, это всевозможные синтетические наполнители, ты получишь живой продукт, растительный майонез, все, наслаждайся вот таким вариантом, кстати, это будет высокобелковая пища для тех, кто боится потерять белок в питании, ну, как-то так вот, умный подход, разумный, только так можно не заполучить сильные болезни, не потерять здоровье, и оставаться очень долгие годы на растительном питании, наверное, дополняет и меня. Да, я хотела дополнить, ты так все очень подробно все писал, и все верно настолько, я хочу добавить, что если наш храм правильно эксплуатировать, то есть мы как биомашина, и если мы хотим посадить там в сад красивый, то, соответственно, мы должны нормальный туда компост, то есть у нас мы должны кидать в нашу яму, в нашу бактериальную вот эту яму, мы должны кидать только все самое полезное, потому что только на полезном у нас вырастет вот эта симбиотная микробиота, патогены, она вытеснит этих патогенов, она не даст им развиваться, она не даст им размножаться, и если мы, естественно, питаем болото, то у нас будет там болото, то есть на болоте растущий красивый сад не вырастет никогда, и здесь нужно тоже это понимать, и все не так быстро, и я вот хотела еще добавить, что какие вообще приходят с какими болячками, какими типичными болезнями на вегетарианцы, веганы, сталкиваются, но опять-таки поправка такая, что вот многие блогеры говорят, что на вегетарианстве там вот эти болезни появляются, нет, болезни появляются, когда мы начинаем, когда люди начинают заполнять анкеты, когда мы начинаем разбираться, когда выясняется, что причина идет уже там много-много лет назад, на том питании, на котором они питались, и я понимаю, что это все является той причиной, которая привела к таким последствиям, и они обвиняют в этом вегетарианство, либо веганство, но опять-таки оно тоже может быть разным, то есть есть как знаешь, нам нужно может быть побольше в инстаграме давать рецептов, чтобы люди могли готовить по вот этому меню, очень много людей, которые от незнания, это тоже одна из причин, почему они сходят с питания, поскольку они начинают кушать вот эту неправильную еду, там булки разные, очень много много постоянно сладкие вот эти завтраки, которые там очень много орехов, там очень много жиров, и они это все мешают, смузи делают без конца, там зеленую гречку, то есть они думают, что у зеленой гречки очень много белка, но на самом деле там есть белок, но там его немного, и они не знают, чем продукты заменять, но вот я знаю, что ты на своем сопровождении как тренер веган, ты даешь рецепты, я точно так же даю рецепты, у меня уже сформировалась книга, причем я делюсь в инстаграме какими-то рецептами, то есть человеку нужно обязательно скорректировать питание, ему нужно понимать, чем заменить, чтобы у него не было дефицитов калорий, чтобы у него не было дефицитов, то есть восполнить эти дефициты по микроэлементам, макроэлементам, и тогда тоже переход этот будет достаточно гармоничный, он будет правильный, и тогда не будет откатов назад, то есть вот это тоже важно очень сделать и делать, но то, что в принципе мы всегда когда приходят, мы корректируем питание, причем сначала я смотрю, если у человека очень мало было, там один огурчик был на тарелке из растительного питания, остальное все вареная еда, мы знаем, что варенка это обезвоженная еда, то есть это когда мы чувствуем вот этот запах такой вкусненький выходит, это все теряются энзимы, теряются ферменты, теряются, они погибают и выходит кислород, то есть выходит вода, то есть вот эта пища, субстанция, она становится обезвоженной, и конечно, когда человек ел там один огурчик, если ему он начнет кушать очень много растительной еды, то у него естественно будет и газообразование сразу, потому что нету то микробиоты, которые это все будет синтезировать, которые это будет все переваривать, поэтому такие вот и происходят моменты, и здесь важно тогда постепенно, то есть был один огурчик, сделайте завтра два огурчика, то есть постепенно внедряйте, чистки нужно делать обязательно, и очень часто встречаю, когда у людей опущены органы, когда ну например я их отправляю перед антипаразитарной программой, чтобы они прошли курс фестерального массажа, и ты знаешь эффект тогда очень круче намного, и они говорят, что ну им сказали, что у них опущение было, причем у всех, потому что раньше мы что, мы переедаем, это тоже растягивает желудок, мы пьем например очень много как многие пьют там алкоголь того же пиво могут пили там тоже растянули пивные животы и пивной желудок такой висящий, то есть сейчас когда люди выходят уже на голод, ты правильно сказал, что сразу на голодание не всем можно, то они у них начинаются, то есть органы начинают становиться на место во время голода, и они чувствуют вот этот тоже дискомфорт, и наконец-таки органы могут принять вот это естественное состояние свое, которое они когда-то потеряли, и вот это такой шаг за шагом вот идет такая трансформация, то есть мы делаем и очищение, мы меняем питание, причем не резко меняем, то есть мы не убираем все продукты, мы оставляем какой-то животный белок, но знаешь, еще хотела добавить, что нам еще важно убрать вот эту химию, это первое, что нужно убрать, вот эти химические консерванты, красители, все вот эти конфеты, которые на этих консервантах, потом убрать тоже и вредные привычки, например, тоже кофе, тоже когда его жарят, вырабатывается канцероген, и когда его заваривают, тоже канцероген, то есть уже два канцерогена, поэтому вот эти все продукты вредные, конечно, с большего надо убирать, и питание вообще, оно на самом деле простое, все гениальное простое, то есть не нужно вот этой кучи мешанины, то есть, ну начните вы, если вы, допустим, вам сладкий завтрак сейчас не очень хорошо, у вас там, например, с оттоком желчеблоха, то нужно побить будет, да, желчегоны какие-то, но введите сначала завтраки не сладкие, например, начните, да, с воды, там, можно с хлорофилом, там, со спирулиной, но можно дальше добавить, потом уже лимон ввести, сок из лимона, можно соки попить, понятно, да, с хлорелой, там, со всем этим, но сначала не нужно вот этих смузи, как многие делают с рам, много делают вот эти сладкие каши, то есть можно обычную гречку сварить и салат, то есть хотя бы начать с этого, и тогда это уже будет хорошо, то есть вы начнете не с кофем, там, и с булкой, и с сыром, а вы уже начнете с чего-то легкого и дойдите хотя бы хоть что-то, то есть организм возьмет что-то из овощей, и он будет постепенно, постепенно вот учиться усваивать и наращивать микробиоты наши, нужные. Это да. Наташенька, а тем временем мы с тобой проговорили полтора часа, даже так. Да. На одном дыхании. Конечно, конечно, ну как для тебя это не работа, так и для меня это любимая деятельность, поэтому я всегда можно говорить бесконечно. Да, конечно, ну потому что огромное количество здесь моментов, и я пытаюсь их в легкую накинуть, так же как про книги, так же как и про моменты там экологии, какой фильм посмотреть, ну и так далее. Всего этого не описать, поэтому вот кто с нами прям с самого начала и до самого до конца, это Organic Skin Studio. Не постесняюсь прорекламировать, потому что это первый присоединившийся к нашему эфиру. Так приятно, что до сих пор с нами. Благодарю. Мне тоже приятно. Итак, я кстати говоря, я готовлю, планирую запуск одного большого такого проекта, мощного проекта, в который я буду все эти материалы помещать, и вот как писал Алекс, мол, одно дело, когда рецепты, но другое дело, гораздо полезнее, когда человеку проще быть с пониманием, из чего собственно должно складываться меню, как его сложить. да, вот есть рецепт, но куда его вставить? Да, да, должен быть определенный конструктор, и я так полагаю, что для тебя явилась так моя программа питания, и вот я хочу в этом же своем проекте, закрытом клубе, я хочу как раз разных-разных моментов в виде видео и так далее, и текстовых статей, чтобы у человека было полное понимание, как же выстроить питание, как же отказаться от определенных продуктов, почему, зачем это делать, ну и так далее, поэтому... Давай объединим наши усилия, я поделюсь с тобой своими наработками, ты своими, и вот мы сформируем с тобой очень сильную такую, скажем, шпаргалку, даже не шпаргалка, это будет как такая очень сильная база, основа для старта, чтобы человек мог сформировать уже правильно питание, сформировать правильно питание на этом все. Это повод для личного звонка, для личной аудиенции. Хорошо, давай обсудим. Итак, я думаю, что мы с вами, может быть, тогда уже мы перенесем вторую часть нашего разговора на следующий раз, потому что есть темы, которые еще хочется раскрыть и хочется поговорить даже о типичных, вот то, что я себе даже написала, вот какие типичные болезни вегетарианцев, но я думаю, если уже полтора часа, то нужно, наверное, уже закругляться, потому что эта тема тоже на целые полчаса, а то и на час. Да, действительно, мы с тобой можем действительно сделать отдельную запись, как отдельное интервью, и вот там уже проговорим все это. Наверное, вот что. Тут Татьяна просит напомнить, где список книг, которые я уже упомянул. У меня уже не сохранилось это в памяти телефона, то есть я не могу сейчас скопировать и вставить, поэтому рекомендую просто пролистать сообщение выше, я там оставлял. Выше в сообщениях ссылка на как получить эти книги, она там есть. Поэтому все, кто заинтересован в большом, огромном списке, очень важной для жизни, для здоровой и долгой, а значит счастливой жизни, вот этот список дарю, мне приятно делиться таким. Конечно, там не сами книги, там всего лишь список, поэтому это еще впереди у человека работа по поиску и нахождению и прочтению, а потом осмыслению, но тем не менее, хотя бы сподвинуть человека хочется, любого, кто смотрел наш сегодняшний эфир. Итак, Наташенька, я благодарю тебя за то, что ты присутствовал, взаимодействовал со мной в кадре, как это часто произношу на киносъемках. Благодарю за то, что ты поделилась своим опытом, это, судя по многим сообщениям здесь в эфире, это у многих откликнулось, многим это было интересно, поэтому здорово, что ты прошла такой путь. Я думаю, впереди у тебя еще много интересного. Я, кстати, не ожидал, когда мы с тобой переписывались, я не ожидал, что оказывается ты прошла немецкую школу диетологии, оказывается, ты настолько владеешь английским, что ты смогла онлайн это пройти, это очень ценно, это позволяет не восхищаться тобой, просто восхищаясь тобой. Ты умничка. Спасибо. Очень здорово, и очень здорово. Вот видишь, жаль, что ты еще не научилась так структурированно идти по нашему сценарию, а то было бы интересно, сколько людей к тебе обратилось, как проходят твои семинары, мастер-классы, что ты делаешь на них. Это попыт на второй эфир, провести второй эфир. Видимо, видимо, видимо. мне хотелось изначально, чтобы ты этим поделилась. Я восхищен тем, что ты это делаешь, пропагандирующего в Белоруссии. Я очень желаю тебе стать одной из ведущих натуропатов, нутрициологов, кто на растительном питании сподвигает и приводит людей к лучшему здоровью, к лучшим результатам по здоровью и долголетию. Очень желаю тебе. У нас с тобой спасибо огромное. У нас с тобой общая миссия. Я тебе тоже очень благодарна. Немножечко поправочку сделаю, что все-таки обучение было на русском языке и у нас очень много белорусов, которые... У меня есть целая группа, которая уже сформировалась тоже много лет назад и это люди, которые мы вместе с ними организовывали разные веган-вечеринки, сыроедные вечеринки. Сейчас просто... нету времени, потом этот ковид был и не было возможности это все организовывать, но я хочу это тоже как бы возобновить и я тоже очень всем благодарна, кто... И тебе, Роман, благодарен за твои тоже знания, твой опыт. Тебя слушать можно бесконечно. Ты очень позитивный, очень знающий и уверенный в себе человек и у тебя очень интересно слушать и также я благодарна всем, кто был на этом эфире, кто разделил с нами вот это своё время и потратил вместе с нами вот эту... побывал в нашем пространстве. Я очень благодарна. Я не смогла, к сожалению, прочитать все сообщения. Я общаюсь с телефона. Может быть, будет проще в следующий раз с компьютера, я не знаю, как ты можешь, с планшета. Мне совсем было удобно крутить. Но я разберусь в следующий раз. Если что, я надеюсь, что эфир сейчас сохранится, поэтому, если что, сможешь потом пересмотреть, если будут там эти сообщения. А так, нас благодарят и действительно, я присоединяюсь к твоим словам, я тоже благодарю всех сегодняшних зрителей. Вы тоже молодцы, что участвовали, писали, задавали какие-то определенные вопросы, писали свои комментарии, истории. Это очень здорово. И приятно, что, вот как, например, от Татьяны Примак, если я правильно прочел, спасибо огромное. Очень полезный эфир. Значит, мы не просто так эти полтора часа собрали. Во благо всем. И во благо Танюша. Всем во благо. Согласен. Такой будет с пользой. Я прощаюсь с тобой. Всем всего хорошего. Тебе в том числе. Хорошего вечера. Да, взаимно. Спасибо. Пока. До встречи. Счастливо и пока всем.